всем привет с вами кекс и сегодня я вам расскажу об самым идеальном тесте для вареников пельмени это заварное тесто я бы сказала это полу заварное тесто потому что здесь у нас будет 50 процентов заварной основы и 50 процентов обычной муки но это тесто не темнеет не черствеет как допустим тесто которое на кефире на простокваши неважно на кисломолочке это тесто остается белоснежным после варки даже если простоит два дня у вас здесь такие немножко смазанные пропорции но я вам постараюсь рассказать по по самому такому точному как вам проще всего будет сделать я взяла два стакана воды 200 граммовых 2 стакана и положила сюда 50 грамм сливочного масла добавлю еще также сюда где-то столовую ложечку растительного масла но это просто для удобства с ним тогда поприятнее работать и но более эластичное получается можно ложить только сливочное масло некоторые ложат только растительное мне больше нравится вот как бы вот такая вот ситуация теперь я буду сюда точно также просеивать сейчас два стакана этих же которых я лила воды этих же два стакана буду сыпать муки то есть у меня мама допустим пользуется чашечкой и удобнее с чашечкой на две чашечки воды две чашечки муки просеивать ну как бы это как бы мерку вы выбираете себе сами вода у меня с маслом закипела теперь вот эти вот два стакана муки я буду заваривать в этой воде высыпаю бухаю сразу сюда всю муку и очень быстро удобнее всего это делать деревянной лопаткой завариваю эту муку она очень быстро и хорошо заварится какое-то время я еще оставляю на плите и просто для удобства снимаю уже дальше и перемешиваю мне нужно чтобы не образовалась никаких белых комочков то есть вся мука чтобы заварилась вы мешаете ровно до того момента пока у вас не заварится вся мука и тесто не станет гладким и эластичным она еще очень горячая нам нужно будет сюда добавлять яйца на каждый стакан по одному яйцу поэтому для того чтобы ввести яйца мне нужно это тесто остудить вот оно какое гладкое вышло и и без единого комочка муки внутри теперь я накрою это тесто встык пленочкой и оставлю остывать не обязательно полностью остывать пускай она будет теплым не важно просто чтобы не горячим потому что если она будет больше 70 градусов у нас просто свернуться там яйца сейчас я буду добавлять по одному яйцу и перемешивать самое удобное конечно сделать это миксером если у кого есть насадка для теста такие крученые штучки это удобнее всего сделать ну я вот решила повоевать с лопаткой поэтому воюю с лопаткой это тоже все очень реально просто чуть чуть дольше перемешивается яйца добавляем строго по очереди потому что если вы добавите сразу два яйца они у вас не вмешается теперь я просеяла обратно ну не обратно я просеяла еще два стакана муки этих же опять-таки два стакана и теперь буду свое тесто вмешивать эти два стакана муки не смотрите что тесто уже сейчас довольно плотно и не течет эти два стакана войдут у нас туда отлично и тесто будет нежным мягким и эластичным и вмешиваю эти два стакана муки всего у нас получится 4 стакана муки я когда на весах пробовала я стакан этот брала как бы с горкой то есть у меня 200 граммовый стакан но он как бы чуть-чуть с горочкой у меня получалось это по 150 грамм где-то то есть у меня получилось 600 грамм муки в общем сюда ушло на два полных стакана воды 200 граммовых вот я вмесила уже эти два стакана посмотрите какое красивое и приятное тесто она гладкая она прекрасно будет кататься вы увидите вот она вот такой вот приятная но тесто нужно еще немножко полежать посмотрите как она будет тоненько кататься вообще можно с него какие-то фигурки лепить так вот тесто нужно полчаса полежать для того чтобы задействовалась еще клейковина в той муке которую мы только что сюда вмесили поэтому оставляю тесто на полчаса полежать желательно в холод можно и при комнатной температуре но пускай она у нас чуть-чуть отдохнет и дальше начнем работать тем временем я приготовила начинку у меня это будут пельмешки ну вот так вот вот мое тесто я его от разреза посмотрите она внутри плотная не пористая очень ровная и вы сейчас увидите насколько удобно с ним будет работать чуть-чуть слегка обратно я его перемешаю она вот дальше сохранила такую мягкость нежную у него очень нежная текстура но не липнет совершенно к рукам но все же поверхность лучше припылять мукой там где вы будете раскатывать я буду использовать вот такую вот форму для пельмешек если по-моему такие для вареничков я эту форму слегка-слегка через ситечка припыляю мукой так удобнее у нас будут отходить наши пельмешки и как раз на этом месте я потом буду и раскатывать еще слегка присыплю нижнюю часть я могу спокойно присыпать мукой потому что она у меня пойдет к пластику а верхнюю я сильно присыпать мукой не буду потому что мне нужно будет туда ложить начинку и сверху накрывать это еще пластом теста и чтобы эти два пласта теста склеились много муки сыпать не нужно тесто это не пружинит как пресное тесто обычное пресное тесто которое часто используют для пельменей оно вы его катаете а она обратно сжимается в комок тем более какое-либо другое тесто а это тесто отлично раскатывается просто в тончайшие и безо всяких усилий она не твердая вы видите это буквально считанные секунды сильно тонко я нижний пласт не катая потому что у меня в него же будет проседать начинка поэтому она немножко растягивается поэтому нижний прям совсем тоненькую бумагу катать не нужно но вы посмотрите она все равно очень тоненькая у меня я его ложу сюда намечаю пальчиками где я буду раскладывать начинку ну собственно дальше я разложу свою начинку у меня это будет свиноговяжий фарш лук чесночок немножечко можно туда зелень и перчик соль и вот такими маленькими шариками желательно не выходя за рамки я разложила вот так вот свои шарики теперь нам нужно будет раскатать еще один пласт теста его я делаю слегка тоньше потому что он уже у нас не будет растягиваться растягивается у нас немножечко только нижний пласт и и этим пластом я накрываю сверху аккуратненько чтобы он не ездил и не сместить наши шарики рукой придавливаю начиная от центра придавливаю рукой выгоняя лишний воздух чтобы у нас не пораздувала наши пельмешки и тем самым они слегка уже просаживаются у нас туда в ямочке чтобы они у нас были красивенькие кругленькие точно так же сейчас скалкой прохожусь буквально немножечко придавливая абсолютно чуть-чуть тоже выгоняя воздухе и еще не сильно прижимая для сильного прижимания я беру другую скалку сейчас покажу какую не вот такая вот скалка она толще посредине и уже по концам она очень удобная для вареников для пельмешек если вы катаете как бы поштучно у меня мама так катает колбаску и режет и потом каждый по одной штучке катает и тоже удобно не пользоваться и здесь точно также очень удобно прорезать как бы пельмешки наши такой скалкой и прохожусь сначала обрежу я вокруг лишнее тесто у меня с этого количества теста вышло вот таких вот где-то 5-6 форм то есть реально здесь можно с этого количества запастись пельмешками очень надолго особенно если у вас такая форма как у меня обязательно купите не пожалеете у меня муж любит пельмешки все теперь лишнее тесто забираю его можно использовать будет дальше добавить сюда еще немного теста и раскатывать уже опять пласт и на всякий случай еще раз пройдусь немножечко скалкой чтобы уже хорошо у нас прорезались мои пельмешки переворачиваю и вытрахиваю вот так вот все пельмешки которые плохо вылетают буквально чуть-чуть вот так вот пальчиками их подталкиваю они прекрасно выходят нигде ничего не пристает и теперь эти пельмешки можно сложить на досточку и заморозить и дальше уже сложить их в пакет использовать по назначению бросаете их водичку кипящую всплылили пару минут покипела и у вас уже прекрасные пельмешки очень вкусное тесто очень мягкая нежно я вроде постаралась вам рассказать все вдруг что непонятно обязательно спрашивайте у меня в комментариях рецепт также я оставлю в комментариях ставьте обязательно пальчики вверх подписывайтесь на мой канал а с вами был кекс до новых встреч пока пока